В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Сегодня с утра на ним позвонил в полицию, сообщил о заминировании автостанции Привоз и железнодорожного вокзала. На место сразу выехали кинологи, взрывотехники и следственно-оперативная группа. После эвакуации более 300 человек были обследованы здания и прилегающая территория. Взрывных устройств и веще специалисты не обнаружили. Сейчас продолжается розыск вжиминеров. Приморским отделом полиции вырешивается вопрос о внесении новостей до единого реестра досудовых расследований за статей 259 Криминального кодекса Украины. Полицейские работают над тем, чтобы установить особу зловмисника и ее затримания. Несколько десятков домов на улицах Королевы и Глушко в районе Киевского рынка остались без воды. Краны жителей сухие уже вторые сутки. Виной тому прорыв трубы четвертый раз за месяц в одном и том же месте. Такая аварийная стабильность комфорта не прибавляет все тут местные жители. Вот уже в который раз на протяжении двух недель мы остаемся без воды. Мы это дома на улице Глушко и Королева. Прорыв, как мы знаем, находится в одном и том же месте. Как он ремонтируется, сложно понять, потому что мы без воды. В быту вода это очень-очень важно. И накопленная посуда, которая по двое суток находится немытой. И, извините, это неубранные санузлы, что тоже немаловажно. Постоянно отключают воду. Три недели назад, где-то в течение месяца, каждый раз отключали воду в промежутке от трех до четырех дней. Сейчас, вот вторые сутки нет воды. Отключали буквально два дня назад, сутки не было. Потом на один день дали. И вот в воскресенье утром отключили. Полностью без воды жители все же не остались. Кто-то набирает в бюветах, кто-то идет к автоцистерне, которую компания «Инфоксводоканал» разместила в одном из ближайших дворов. На месте прорыва ведутся работы, воду откачивают и готовят трубу к ремонту. Возобновить подачу обещают к вечеру. Одесситская Елизавета Авдеенко стала пятым магистром в истории телевизионного клуба знатоков «Что, где, когда». Награду знаток получила сразу после финальной игры года, которую команда, впрочем, проиграла. Телеведущий Борис Крюк отметил, что игра Авдеенко производит на него впечатление последние 10 лет, но нынешний год уроженка Одессы провела особенно ярко. Орден магистра был учрежден во время празднования 20-летия игры в 1995 году и вручается раз в пять лет за выдающиеся заслуги в интеллектуальной игре. В активе Авдеенко уже две хрустальные совы и две награды за самый яркий ответ во время игры. Елизавета Авдеенко закончила Одесский национальный университет по образованию математик, работает финансовым консультантом. Вместо адвокатов и прокуроров – дети и аниматоры. Вместо судей – Дед Мороз и Снегурочка. Вместо приговоров – сладкие подарки. В Киевском районном суде Одессы впервые провели новогодний утренник. Инициаторами ноу-хау выступили сами судьи. Среди приглашенных – дети сотрудников учреждения. Мы немножко волнуемся, потому что это первый раз в жизни мы это делаем. Надеемся, что у нас не будет первым блинкомом, у нас получится поднять детям настроение, дать им немножко радости, дать им подарки, подарить им улыбки. И, наверное, сделать это доброй традицией, чтобы каждый год в Киевском районном суде города Одессы были такие поздравления. До Нового года осталась неделя. Самое время подводить итоги уходящего года и ставить галочки возле реализованных целей. Но для тех, кто не успел завершить свои дела, еще есть время наверстать упущенное. Одесситы говорят, в общем год выдался неплохим и продуктивным, но, как всегда, без проблем не обошлось. 2018-й – это? Тусовки. У меня было очень много тусовок, на самом деле, в 2018-м. Я шикарно провел лето, я шикарно провел вообще время, в принципе. Для города? Качели за 5 миллионов поставить? Наверное, это больше прошло, как вот белка в колесе, вот так вот. Потому что куча дел, вроде бы, казалось бы, должен быть пройти легко, но нет, поверьте. Одесситы работали не меньше других. А все планы успели реализовать в 2018-м? Да, думаю, да, у большинства, да. Особенно вот под конец года, думаю, все начали очень быстренько их подгонять, чтобы встретить без планов. Но в итоге в 2019-м году появятся новые планы. И так по кругу, сами понимаете. Хорошее лето, хороший год. Все хорошо? Ну, все тяжело. Для бизнеса все тяжело в нашей стране, как бы. Ничего не улучшается, для людей мало что делается. А так, как бы, стараемся, тянемся. Очень сложно, но очень интересно. Ну, с работой неплохо, со здоровьем неплохо. Если бы еще не тарифы, то все было бы отлично. Я поступила в университет, поэтому, слава богу, это хоть удалось. Вот. А так, много планов перенесла на следующий год. Ребенок родился. Сладости, мягкие игрушки и концерт в Свято-Успенском мужском монастыре торжественно отметили праздник святителя Николая. Пятый год подряд здесь собираются многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями и переселенцы, чтобы встретиться с митрополитом Агафангелом. Мы очень пока впечатлены таким грандиозным праздником. Мы рады видеть всех мам, которых особые детки. Мы рады, что нас приглашают, потому что дети с такими, ну, как бы вы сами понимаете, наши детки не могут посещать обычные праздники. В этом году здесь собралось более 150 детей. Для них дали концерт воспитанники воскресных школ города. Среди присутствующих был и младший брат украинского моряка Андрея Эйдера, который уже месяц находится под арестом в Российской Федерации. Мне понравились праздники, ну, подарки, ну, все, это, моего брата Андрея, хочу, чтобы он быстрее вернулся к нам. 20 декабря одесскому моряку исполнилось 19 лет, но у родных не было возможности его поздравить. В свою очередь Андрей написал письмо журналистке Таисии Турчин. В нем парень рассказал, что из-за травмы ему до сих пор сложно ходить, а самое трудное в неволе, по его словам, смотреть в окно на свободных людей. В преддверии новогодних и рождественских праздников народный депутат Украины Сергей Кивалов вместе со студентами Одесской юрокадемии навестили воспитанников дома-интерната на Макаренко-20. Детей ожидали сладкие подарки, концерт с Дедом Морозом и Снегурочкой, шоу-программу, увлекательные конкурсы с разными героями мультфильмов и аниматорами. Посетили Одесский дом-интернат и корреспонденты репортера. Подробности далее. В Одесском детском доме-интернате проживают 111 девочек и девушек с ограниченными возможностями здоровья. Самые младшие 7 лет, старшие 38. У больше половины из них нет родителей. Их родной дом – это интернат на Макаренко-20. В преддверии Нового года и Рождества они так же, как и все дети, ждут праздников и веселья. Вот уже 10 лет помощь этому дому-интернату оказывает народный депутат Украины Сергей Кивалов, по инициативе которого действует программа социальной адаптации для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно в этот день президент Одесской юрокадемии поздравил всех воспитанников с наступающими праздниками и вручил подарки. Затем всех ожидала яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Развлекали детей и аниматоры – персонажи известных мультфильмов. Счастливые улыбки на лицах детей и то, как они активно участвовали во всех конкурсах – яркое подтверждение того, что праздник удался на славу. Но только Дедушке Морозу! Вау, Дедушка! Здорово как! АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу пожелать всем деткам, чтобы они были счастливы. Я хочу, чтобы с их уст никогда не сходила улыбка. Я хочу, чтобы они были востребованы. Я хочу, чтобы они были счастливы. Я очень хочу, чтобы они были любимыми. Дети, конечно, они радуются тому, что подарки привезли и так далее, и так далее. Но за этим стоит намного больше. Мы знаем, что Сергей Васильевич представляет интересы вот такой категории в стенах Верховного Совета. Он и лоббирует интересы вот таких граждан нашей страны и многие другие вопросы. И на законодательном уровне принимаются решения, которые защищают вот такую категорию. Студенты Одесской юрокадемии и Международного гуманитарного университета на Макаренко-20 очень желанные гости. Традиционно в преддверии праздников они посещают подшефные детские дома, приюты и специализированные интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Только на прошлой неделе студенты юрокадемии дважды приезжали в детский дом-интернат, чтобы поздравить детей с Днем Святого Николая. Я очень рад, что наши студенты, студенческий совет, профсоюзная организация студенческая, они систематически здесь находятся. Они не только в этом детском доме бывают и в других. А вот для такой категории нужно особое внимание и особое финансирование нужно, потому что не их вина, что у них нет родителей. Общение с данными категории детей, она очень положительна. И я хочу сказать большое спасибо и студентам Одесской юридической академии, гуманитарного университета. Они нуждаются в этой поддержке, в этой помощи и в этом общении, потому что через них они больше узнают мир, который находится за забором этого учреждения. Многие воспитанницы Дома-интерната уже несколько лет являются прихожанками храма Сергия Радонежского при общеобразовательной церковно-приходской школе и регулярно посещают занятия воскресной школы. Уже сложилась добрая традиция, когда они приезжают к нам на День преподобного Сергия Радонежского. И всякий раз, когда мы приезжаем, они спрашивают, когда мы поедем к вам в храм. Но вот как только школа уже завершится, я думаю, что возможно мы постараемся наладить такой ежевоскресный приезд детей на богослужение, вот с какой-то определенной группой для того, чтобы они могли быть всегда с нами. Это будет той малой лептой, объединяющей этот детский дом и церковно-приходскую школу. Ранее в доме-интернате на Макаренко-20 благодаря помощи меценатов открыли новый двухэтажный корпус социального общежития. Здесь созданы все условия, чтобы девочки чувствовали себя как дома. Помимо этого функционирует спортивная площадка. Девочки проявляют большой интерес к творчеству. Рисуют, вышивают картины бисером и ухаживают за территорией интерната, высаживая деревья и кусты. Пройдя социальную адаптацию, несколько девушек теперь трудоустроены, работают здесь же и получают заработную плату. Они всегда очень гостеприимны и рады встречам. В скором времени их ожидает не менее яркая и запоминающаяся программа к празднику Рождества Христова от студентов Одесской юридической академии. Наталья Абара, Нарина Щеглова, Юлия Польнова, телеканал Репортер. Баскетбольное дерби Черного моря снова выиграл Химик. Южненцы на последних секундах на выезде обыграли БК «Динамо Одесса». Хозяева могли сравнять счет перед финальной сиреной, но передача Марциса Витлса была перехвачена Сергеем Павловым, который сделал слэм-данк. Итоговый результат матча 78-84 в пользу гостей, которые остаются на первом месте. Одесситы шестые. Следующую игру «Динамо» проведет во вторник, 25 декабря, на выезде против Николаева. А Химик в среду в четвертьфинале Кубка Украины в Харькове сыграет с политехником. Новогодним представлением итоги года подвели в областной федерации черлидинга. Спортсмены на сцене показали, как встречают Новый год во всех странах, где одесситам удавалось выиграть медали. Также всех присутствующих ждал сюрприз от родителей. Дмитрий Богомолов продолжит тему. Соединенные Штаты Америки, Китай, Италия, Польша и множество других стран. 300 лучших спортсменов из разных клубов областной федерации черлидинга подготовили новогодние выступления с тематическими костюмами. С каждым годом география успехов одесских черлидеров расширяется. Одесситки привозят десятки медалей из все новых стран. У нас хорошее зимнее новогоднее мероприятие. Мы сильно много путешествовали в этом году и планируем в следующем путешествовать еще больше. И решили изучить тему, как же черлидеры разных стран встречают Новый год. Когда мы ее изучили, оказалось это очень интересно. И вот по мотивам этого, так сказать, творчества мы поставили спектакль. Мюзикл, концерт, назвать можно по-разному. Дети готовили специальные номера с привязкой черлидинга к различным национальным каким-то особенностям каждой страны. Одними из главных действующих лиц областной федерации черлидинга являются родители. Они поддерживают спортсменов на всех этапах подготовки, начиная от старта занятий и до выездов на международные турниры. Прошел год у нас очень плодотворно, насыщенно. Вот недавно мы вернулись с Кубка Украины, который проходил в Киеве. И наши команды заняли 17 призовых мест. Вот, в частности, наша команда Gold Star самых маленьких заняла первое и второе место. Команда у нас очень дружная. Как вы видите, все родители поддерживают своих деток. И мы участвуем вместе с ними на этом чудесном празднике новогоднем. Кроме того, родители сами решили удивить всех присутствующих собственным выступлением. Мы репутировали примерно год. Мы собираемся на чемпионат вселенной. Это будет сюрприз. Посмотрим, что из этого получится. Уже в январе одесских черлидеров ожидают выезд на чемпионат мира в Орландо. В США выступит сборная команда из одесситок и представители Киевской Федерации. Спортсменов готовит одесский тренер Ирина Паулаускас. С Одессы представлены клуб Galaxy, клуб Черт Сити и клуб Форма. Это какие категории? Это дети до 12. Там они называются молодежь. Мы едем с двумя постановками. Это фристайл и джаз. Мы начали нашу подготовку еще в августе. То есть в августе у нас уже определился желательный состав. Но сейчас после подачи визы у нас уже немножко потери идут маленькие. Значит, мы работаем на два города. Дети с Киева приезжают на сборы к нам. Мы приезжаем, вот недавно вернулись с Киева. Дмитрий Богомолов, Анастасия Кричко, телеканал Репортер. Световое шоу, фейерверк и гигантская марионетка. У Мэри стартовал третий международный фестиваль Одесса Light Fest. Открылось шоу мультимедийным спектаклем «Дирижер света». Главную роль исполняла огромная марионетка, которой руководили сразу четыре человека. Под данным пресс-службы Мэри к творческому процессу присоединились художники из разных стран. В частности, из Украины, Беларуси, Франции, Испании, Италии и Бразилии. Световая феерия продлится до 25 декабря. Запланировано мультимедийное шоу, конкурс видеопроекций, 3D-видео-арт и световые инсталляции. Финальным аккордом станет ретроспективный показ лучших конкурсных работ прошлых лет и батл художников по свету, которые создадут шоу под различные интерпретации и аранжировки рождественской калятки «Щедрик». Синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Уже сегодня вечером ожидается дождь и мокрый снег. Осадки продолжатся и ночью. Температура воздуха упадет до минус 3 градусов. Это значит, что утро одесситов встретит гололедом. Во вторник также будет морозная погода. Ожидаются порывы ветра со скоростью 22 метра в секунду. 26 декабря температура воздуха снизится до 7,9 градусов ниже нуля. Однако такая погода продлится недолго. С четверга понемногу начнет теплеть. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого.